Депутатский корпус законодательного собрания Ульяновской области на несколько часов вышел за рамки привычной работы за круглым столом. Заслушать итоги работы Министерства здравоохранения семьи и социального благополучия за минувший год они приехали в открывшийся три недели назад перинатальный центр «Мама». Но прежде гостям показали, чем живет и как функционирует крупный медицинский комплекс матери и ребенка. На вершине данного пирамида стоит перинатальный центр, который уже сейчас оказывает высококосфицированную медицинскую помощь свыше 145 родов. Но это только начало. Следующий шаг, конечно же, это осложненные, тяжелые роды, мы это понимаем. Самое главное, что все для этого сделано и все это работать должно, как и должно, в хорошем смысле слова. Депутатов провели по пути рожениц, начиная с того момента, как они поступают в приемное отделение. После народные избранники ознакомились со смотровой. Индивидуальные родовые прошлись по коридорам отделения реанимации для новорожденных, оценили обустройство палат для матерей и детей, даже заглянули в ординаторскую. Очень все удобно. У нас тут есть, как мы личные вещи можем хранить. Так, ну, на случай, если, например, вдруг что-то ночью приспичило, вот есть небольшой маленький холодильник непосредственно в ординаторской. А так, основной прием пищи мы проводим в отдельном месте. К слову, палаты в перинатальном центре разные, как двуместные, так и рассчитанные на четыре койки. Операционные оснащены современными консолями и системой видеонаблюдения. У нас встроенная видеокамера, для того, чтобы можно было затем посмотреть, были ли какие-либо проблемы. Изюминка мамы в сообщении при помощи пневматической почты. Еще одна особенность технического оснащения в импортозамещении. 80% оборудования здесь отечественного производства. От самой яркой и наглядной иллюстрации страницы регионального здравоохранения перешли к сухим цифрам. В прошлом году увеличилась продолжительность жизни населения. Средний возраст составил 72 года. Произошло омоложение кадров в отрасли на 20%. Капитально отремонтировали 62 лечебных учреждения. С нуля построено 11 фельдшерско-акушетских пунктов. Ну, конечно, очень много проблем. Мы их не скрываем. Заболевание туберкулезом. И уже эта проблема поставлена перед губернатором, перед представителем правительства. Это и новые флюорографы. Это дополнительное лекарственное обеспечение, направленное на приобретение препаратов против туберкулеза. Это необходимость новых лечебных корпусов, в частности, детской инфекционной больницы, хирургический, онкологический корпус. Растут показатели и в социальной сфере. Только за прошедший год в регионе увеличилось количество многодетных семей. С 10 311 до 11 156 семей. Ринат Алиулова, Юрий Конихин. Новости Ульяновской правды.